Наркотические средства Медицинскими и научными целями были предприняты в конце 19 века. Первой страной наложившей запрет на использование наркотических средств стал Египет. В 1912 году в Гааге была подписана первая международная конвенция о контроле над оборотом наркотиков, торговле опиумом, морфином, кокаином и героином. Конвенцию подписали 12 стран, в том числе и Россия. Китай стал первой страной, узаконившей смертную казнь за наркопреступление. За ним последовали Малайзия и Иран. Количество актов и соглашений, принимаемых на национальном и международном уровне и направленных против свободной продажи и употребления наркотических средств, множилось с каждым годом. Пока в 1961 году не была принята единая конвенция ООН о наркотических средствах, наложившая запрет на употребление не в медицинских целях каннабиса, кокаина, морфина, героина и других опиата. Положение конвенции вошли в национальные законодательства стран-членов ООН. Обязательным условием было то, что санкции, предусмотренные национальными законодательствами, не могли быть менее жесткими, чем санкции, предусмотренные международными нормами. В 1971 году странами-членами ООН была подписана конвенция о психотропных веществах, согласно которой под полный запрет или ограничение медицинскими целями попали все психоделики и многие снотворные средства. В том же году президент Соединенных Штатов Америки Ричард Никсон объявил о начале кампании, которую он назвал «бойной с наркотиками». В 1988 году была подписана еще одна, третья конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Цель этой конвенции – наладить международное сотрудничество для борьбы с наркомафией. Конвенция 1988 года также расширила список химических веществ, подлежащих контролю на международном уровне. То есть международные нормы по наркотикам становились все более жесткими. При этом борьба с наркотиками была объявлена не только в Соединенных Штатах и странах Запада. Она происходила и за железным занавесом в советском пространстве. В 1998 году состоялось заседание 20-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной совместной борьбе с мировой проблемой наркотиков. Принятая там политическая декларация содержала амбициозный план достижения мира без наркотиков к 2008 году, а также призыв к странам-членам ООН усилить борьбу со всеми аспектами мировой проблемы наркотиков. Но в реальности это была война не с наркотиками, а с людьми. Война, которая вела к потерям с обеих сторон, поражая коррупцией систему правопорядка, вовлекая специальные подразделения полиции в черный рынок, загоняя людей, употребляющих наркотики, в подполье. В странах Восточной Европы и Центральной Азии сотни тысяч людей оказались за решеткой за употребление или хранение наркотиков для личного использования. Несмотря на жестокие репрессивные меры, количество людей, употребляющих инъекционные наркотики, продолжает расти из года в год. Карательная наркополитика также способствует тому, что наш регион является единственным в мире, где темпы роста ВИЧ продолжают расти. В 80-х годах прошлого столетия в странах Западной Европы начинает внедрять программы снижения вреда, чтобы остановить распространение ВИЧ-инфекции среди людей, употребляющих наркотики. Программы демонстрировали высокую эффективность и не только в отношении здоровья потребителей наркотиков, но и общества в целом. Исключения составляли те страны, где распространенной практикой было привлечение людей к уголовной ответственности за употребление и хранение наркотиков для личного использования. В этом случае эффективность программ была ограниченной. Опасаясь полиции, люди боятся идти в аптеку за чистыми шприцами. Если обращение за наркологической помощью улечет за собой постановку на учет и ограничения в правах на работу, учебу и в родительских правах, люди отказываются от этой помощи и тянут с лечением до последнего. В 2001 году Португалия декриминализировала хранение наркотиков для личного использования. 8 лет спустя Чижская республика пересмотрела уголовный кодекс, исключив из него уголовное наказание за хранение наркотиков для личного использования. Через 18 лет, после специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой был принят неудачный план о мире без наркотиков к 2008 году, мировые лидеры собрались вновь, чтобы решить, как выстроить новую наркополитику, избежав старых ошибок. Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН была назначена на 19 апреля 2016 года. Для того, чтобы оказывать влияние на ход обсуждений и решений, которые принимаются ООН, нужно понимать, как это работает. Итак, есть конвенции и политические декларации. Разница между ними заключается в следующем. Конвенцию ООН можно сравнить с законом, которому должны следовать все страны-члены ООН. А политическую декларацию со стратегическим планом изменения в Конвенции и политические декларации может носить только высший орган ООН Генеральной Ассамблеи. А следит за исполнением Конвенции и политических деклараций комиссия по наркотическим средствам. В комиссию входят представители от всех стран-членов ООН. Заседания комиссии проходят ежегодно на объявлении. На этих заседаниях представители стран отчитываются о проделанной за минувший год работе. Сколько тонн наркотиков изъяли, сколько наркобаронов арестовали и так далее. Прогрессивные страны в своих отчетах, как правило, делают акцент на снижение вреда, улучшение ситуации с ВИЧ-инфекцией и соблюдение прав человека. Самые прогрессивные включают в состав делегаций представителей сообщества. Мир без наркотиков не наступил в 2008 году. Не наступил он и в 2016, и вряд ли наступит в 2018. Многие страны высказывали недовольство с существующим положением вещей и предлагали пересмотреть, если не цели, то хотя бы методы борьбы с наркотиками. Именно поэтому было принято решение о созыве в апреле 2016 года очередной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков. Для Евразийской сети снижения вреда, ЕССВ, приоритетным направлением работы является гуманизация наркополитики. На протяжении последних 10 лет ЕССВ проводит тренинги по вопросам наркополитики для некоммерческих организаций, поддерживает проекты по оценке влияния антинаркотического законодательства на здоровье и соблюдение прав человека. В рамках подготовки к специальной сессии по мировой проблеме наркотиков, ЕССВ оказала техническую поддержку гражданскому обществу стран Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии, чтобы реалистично представить проблемы этих стран и выдвинуть наиболее актуальные для региона предложения по улучшению наркополитики. Мы надеемся, что представители стран, которые собрались в Вене сегодня на СНД, услышат наши пожелания и внесут соответствующие изменения в итоговый документ. В феврале 2016 года ЕССВ провела встречу представителей некоммерческих организаций из 26 стран Восточной Европы и Центральной Азии, на которой была разработана региональная позиция к специальной сессии по мировой проблеме наркотиков. Региональная позиция помогла активистам из разных стран сфокусироваться на общих для всех проблемах, таких как криминализацию употребления, хранение наркотиков для личного использования и низкая доступность программ заместительной терапии. ЕССВ оказала помощь в проведении в странах Балтии консультаций по наркополитике. Благодаря этим консультациям члены сети, представители сообщества и работающие с ними некоммерческие организации узнали, для чего проводится специальная сессия и сформулировали основные проблемы наркополитики своих стран. Помимо этого ЕССВ занималась организацией поездок делегаций из стран региона в другие страны, успешно реализующие реформы наркополитики. Возможность выступить на специальной сессии Генеральной Ассамблеи была предоставлена лишь немногим представителям сообщества, но помогло наличии единой региональной позиции. Голос сообщества был услышан мировыми лидерами. Ответ на эпидемию ВИЧ среди людей употребляющих наркотики будет успешным только в том случае, если правительства будут готовы внедрять меры снижения вреда, которые доказали свою эффективность. И что очень важно, нам удалось наладить рабочие отношения с чиновниками высокого уровня стран региона. Мы решили самую главную задачу. Мы обеспечили возможность получения медицинской помощи людям наркозависимым. Результаты специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по наркотикам у многих участников вызвали разочарование. Не был наложен запрет на смертную казнь за преступления, связанные с наркотиками. При обсуждении вопроса о возможности легализации отдельных веществ не удалось достигнуть консенсуса. Но в итоговом документе специальной сессии не сказано даже о факте его обсуждения. Тем не менее, итоговый документ прошедшей специальной сессии, резолюция «Наша общая приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней» содержит и ряд важных рекомендаций для стран-членов ООН. Эти рекомендации должны быть исполнены до 2019 года. Евразийская сеть снижения вреда призывает страны Восточной Европы и Центральной Азии сосредоточиться на рекомендации по внедрению эффективной и пропорциональной наркополитики. Криминализация употребления и хранения наркотиков приводит к росту случаев ВИЧ, туберкулеза и передозировки. Бывшие заключенные имеют меньше шансов на трудоустройство. Гораздо большую пользу для людей, употребляющих наркотики и для общества в целом, приносят меры альтернативные наказанию. Программы снижения вреда, обучения и социальной интеграции. Начиная с 2017 года ЕССВ оказывает информационную и техническую поддержку странам региона, направленную на внедрение альтернативных мер наказания. Присоединяйтесь к евразийской сети снижения вреда. Вместе мы можем сделать наркополитику региона более гуманной и эффективной. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok